Какой любви? Любовь только одна бывает. Любовь только одна — это близкие отношения. Как установить близкие отношения — это другой вопрос. У каждого всегда индивидуально. Мужчине всегда очень сильно... Две вещи мужчину очень... Три вещи мужчину очень сильно приводят к близким отношениям. Три вещи. Первая вещь — когда ты, женщина, восторгается его увлечением, его жизнью, куда он устремлен, мужчина устремляется только в деятельность. Женщине всегда это не нравится, потому что она конкурирует с вниманием к ней. Если женщина говорит, ты такой молодец, ты так стараешься туда в эту свою деятельность, идешь, мужчину сразу сильно расслабляет, и он считает, что жена прямо у него супер. Мужчины согласны, нет? Согласны. На 100%. Это первый способ. Женщины вообще многие не знают это слово. Вы удивились сейчас, да? Значит, это не его вариант. Вот у некоторых мужчин так. Вот. Второй вариант. Как ни странно. Второй вариант. Как ни странно, женщины. Как ни странно. Это очень заботливо, с любовью, ничего не спрашивая, не создавая в это время никаких истерик. Просто по-доброму накормить мужчину. Часто женщины, когда мужчина начинает кушать, он расслабляется, раскрепощается, и в это время они начинают его грузить своими проблемами. Вот в это время и надо его грузить. Надо его кормить и терпеть. Если хотите что-то спросить, спросите чуть попозже, когда он уже поел. То, когда отваливается от стула. Вот в это время спрашивайте. Тогда он будет очень благодарен. Он в это время как бы очень открыт, благодарен через пищу. Женщины, многие женщины не понимают этого. Они думают, ну я вот кушаю, ну я когда захотела, поела. И создаю из этого какой-то большой проблемы. Женщины говорят, ну я захотела, покушала чуть-чуть и все. И создаю проблемы. Поела, что есть, ну что, какие проблемы, вот поела и все. Они думают, что у мужчины то же самое. Вы ошибаетесь. Мужчине поесть, это целая эпопея. Потому что, понимаете, как бы есть разные варианты. Вот допустим, один вариант насыщаться, это, ну как бы, как бы, налить что-то, что-то куда-то чуть-чуть. И когда кончается, еще чуть-чуть налить. Так насыщается женщина. А мужчина, он заряжает себя патронами, понимаете, целый как бы, ну то есть, полностью весь боевой заряд в это время, как бы, заряжает себя. Поэтому он не перекусывает, он жрет. Ну надо много надеться сильно, потому что он, как бы, патронами заряжается. И в это время его надо любить, ему заряжать, его заряжать. И он думает, сколько можно есть вообще. Мужчина ест, потому что это его вот способ выжить. У него так устроена психика, что ему надо много съесть, потом долго переваривать. В это время у него много энергии, он ее тратит на жизнь. Женщина так не может питаться или не должна. Она понемножку, чуть-чуть раз, она для вкуса питается, для любви. Она вкусом энергию любви приобретает. Поэтому ей надо кушать только то, что ей нравится. Женщинам иногда надо говорить себе тайно, никогда никого нет. Дура я, дура. Тайно, когда никого нет. Видите, я вам настаиваю, женщины, настаиваю. Что кормить мужа, это очень серьезная вещь. Пожалуйста, услышьте меня. Иначе вы потеряете своего близкого человека. Женщины, для женщин это не является важным. Поэтому они не понимают. Но я вам говорю, что это так. То есть, вот это вот устанавливать близкие отношения. Вторая вещь. То есть, его любимое дело прославлять раз. Кормить его. Внимательно очень кормить. Как бы это вторая вещь, которая устанавливает отношения. Дает его, как бы, сердце делать близким. И третья вещь, которая делает сердце близким, это верность. То есть, женщина так невзначаемо мужу говорит, «Ты знаешь, вот удивительно, но мне никто не нужен, кроме тебя. Ты у меня единственный». Когда он такое говорит, у него. Сердце вот так открывается, и все. Он очень глубоко начинает жену воспринимать как личность. Ну, три вещи. Расславлять его дело, кормить с любовью, не мучить его в это время. И именно то, что он хочет ему давать. Жри, что есть. А? Да, даже если вредно, ущерба, здоровье, самочувствие, все равно надо давать ему то, что ему нужно, он хочет кушать. Если он разовьется как личность, он будет что-то другое кушать. Человек кушает только то, что его насыщает. Приходит время, он меняет восприятие мира, и его что-то другое насыщает. Но если вы ему не даете то, что он хочет, отношения рушатся. Если все вот это делаешь, и ничего не помогает, значит, ему нужно воспитание. Это значит, что он обнаглел. Значит, надо от него отстраниться просто, желать ему счастья, все делать на расстоянии. И через некоторое время он начнет воспринимать вас. Он как бы отрезвеет и поймет, что он что-то теряет в жизни. Вот-вот-вот, мужчина не показывает ни эмоций, ничего, как будто ничего нет. Не нравится, как понять, да? Не поймешь, помогает или нет? Мужчина не проявляет эмоций, да? Только негативные проявляет. Мужчина не проявляет никаких эмоций, когда ты делаешь. Он ни спасибо не говорит, ничего. Как понять, что он глубоко как бы тронут? Сейчас расскажу. Я сейчас расскажу. Эмоций нет. Вот смотрите, для мужчины, он, когда проявляет эмоции, он не тронут. Когда он тронут, он не проявляет эмоций. Он не может делать две эти вещи сразу. Когда он тронут, он расслабляется и смотрит просто вот так, как ватрушка. А когда он проявляет эмоции, он для вас это делает, он играет в них в это время, он играет в эмоции. Но мужчина не может сразу вот одновременно как бы быть тронутым и сказать Так может только женщина. Актеры это просто игра. Они в это время не тронуты. Когда мужчина тронут, любой актер даже, он в это время не проявляет эмоции. А в женщину проявляют, да, они по-разному совершенно устроены. Что? Вот я сейчас проявляю эмоции или нет к вам? Нет, я просто вам даю лекцию так, чтобы вы были счастливы. Все. Когда я начну проявлять эмоции, я вот такой буду. Допустим, вы встаете и говорите, Али Геннадьевич, спасибо вам за все. Если вы меня пробьете, я такой, прижухну вот так вот и все, и замолчу. Улыбаться не буду в это время, значит, я проявляю эмоции. Да, ваш вопрос. А, девушка, да? Он подключается с ребенком, а если как-то не знание, да, он не давал этот вопрос, он подключился. Подключился. Да, подключился. То есть, вы не уходите из семьи, потому что ребенок. Нет, не поэтому он не уходит из семьи, не потому что ребенок, а потому что у него есть совесть. Попытайтесь понять, у вас хороший муж. Он мучается, и вы мучаетесь. Видите, какая ситуация женщины, насколько это важно, не потерять мужа. Вот теперь мучаемся и не знаем, что делать. Я вам сейчас расскажу, что делать. Вам надо знать просто, что Бог на вашей стороне. Слышите меня, девушка? Если вы узнаете, что Бог на вашей стороне, у вас на лице появится хитрая улыбка. И вы перестанете беспокоиться по поводу того, что он с ней общается. Знаете, как побеждает женщина, какая женщина побеждает? Которая знает, что это мой человек. Мой человек. Если вы это знаете, куда бы его ни несло, он будет привязан только к вам, потому что это правда. Это ваш человек. Бог его вам дал. Если вы так настроены, улыбаетесь ему. Радуетесь. Эта ситуация означает война между двумя женщинами. Побеждает сильнейшая. Я сейчас рассказываю ей, как победить. Можете помочь в этом? Помочь только одна. Когда женщина сильна, чувствует свою силу. Сила это в вере находится человек. Сила в вере. Надо верить, что этот человек дан вам Богом. И вы на него имеете единственное право. И рисоваться перед ним вы только можете честно. Все остальные это делают нелегально. Поэтому вы легальные, они все нелегальные. Но могут быть, иметь какое-то чувство, допустим, по судьбе. Вам надо страдать сейчас. Вы сами кого-то так подвели в жизни. Сейчас получаете такой экзамен. Но это не значит, что вы должны проиграть. Понимаете? Выигрывает тот, кто верит, что это ему положено в жизни. Я вам сейчас эту веру объясняю. Это ваш муж. Он вам положен. Та тетка отвалится. Я даже могу сказать, когда. Она точно отвалится по вашей судьбе через семь с половиной месяцев. И точно сейчас уже перевалила через середину. То есть вот этот наш с вами разговор, это ваш дата экзамена уже. То есть после этого сейчас все начнет становиться лучше. Вы слышали меня? И больше никогда не пренебрегайте своим мужем. Это все началось от того, что у вас было сильное увлечение какое-то. Вы забыли про семью, занимались этим увлечением. Вспоминайте. А? Но вы увлекались чем-то другим, правда, в это время? Вспоминайте. Не ценила? Не ценила означает не служила, не вкладывала силы. Потребительски жила, брала только силы. Вот об этом вся лекция у нас. Итак, следим друг за другом. Следующее, что я вам сказал. Следим друг за другом. Смотрим, какой период у человека идет. Ловим. Тяжелый период. Смотрим. Это тоже тяжелый период понесло к женщинам другим. Это значит, ему не хватает чего-то. Надо это очень диагностировать у человека, у близкого. И у женщин тоже, допустим, женщина все делает, ухаживает, заботится. Но знаете, как определить, что женщина, она с тобой находится в глубоких отношениях к мужчине? Есть только один способ определить. Если она тебе рассказывает про себя, открывает тебе сердце, говорит, у меня такая вот жизнь, вот это вот то, сё. Это значит, что у нее все хорошо, то есть она от вас не уходит. Но если она перестала вам рассказывать про себя, это значит, что ее понесло куда-то в другую сторону. Потому что женщина всегда только через открытие сердца проявляет свою преданность и привязанность. Больше никак. Все остальное это можно сыграть. Но вот в это сыграть невозможно. Никогда женщина искренне... Подключилась уже, как бы, к кому-то, да? Очень простая ситуация. Женщинами проще. Надо стать мужчиной, смотрите, надо стать сильным. Никак бы не реагировать. Надо внутри себя в молитве победить силу этого человека. В молитве победите его силу, станьте сильнее его. Вот. Самый лучший способ, если вы, став сильнее его, сможете найти способ сделать ему точный массаж лица. Да, это самый лучший способ вообще. То есть, если вы ему промассируете лицо, точный массаж лица, да? Не понимаете? Я не буду говорить, что вам люди потом объяснят после лекции. Потому что сейчас законы такие приняли, что нельзя, как бы, мне это говорить прямо. Сразу она на вашу сторону встанет. Потому что женщина, если увидела мужчину пораженным, она увидела, что, как бы, его кто-то победил, у ней, как бы она по-доброму, она... Ой, я тебя, я тебя, он такой плохой, я тебя люблю, как бы, я за тебя на твоей стороне. Она может говорить все, что угодно. В это время она уже его не любит все. Потому что женщина не может любить мужчину, который, как бы, проявился как трус. Я правильно говорю, женщина? Глубокое чувство отваливается. Если нет такой возможности, допустим, у вас, или просто, как бы, это не ваше правило, то тогда просто сила духа. Станьте сильнее, перестаньте ревновать, радуйте жене, любите ее, как бы, по-доброму относитесь. Станьте, пересильте человека своей внутренней силой. Станьте сильнее его психически. Все, он отвалится сразу. Даже не надо там сильно как-то... Женщина все проще в этом плане. Она, естественно, привязана к мужу и к детям своим. Естественно, привязана. Если вы проявляете правильные качества, становитесь сильнее, все, ситуация перетекает сразу на вашу сторону. Все. Но при этом не слушайте ее болтовню. Все, что она говорит в это время, это все неправда. Она не знает саму себя. Если она вам говорит, он лучше, там, рассказывает все это, ну, не, обращайте меня. Но она просто сказала, что молилась, просила мужчину, мужа от Бога, и вот и... Муж от Бога, да? С прошлой жизни, да? Говорит, с прошлой жизни, мы с тобой, мне женщина одна сказала, мы с тобой... Олег Геннадьевич говорит, я хочу вам задать вопрос. Мы с мужем живем одну эту жизнь, и Бог мне дал этого человека на эту жизнь. А я встретила другого человека, с которым мы уже пять жизней вместе живем. У нас в этой жизни, как бы, в этой жизни с моим мужем, у нас есть двое детей. А в тех жизнях прошлых у меня много детей было с тем человеком. Теперь у меня вопрос, Олег Геннадьевич, к вам. С кем мне быть? С этим человеком, которым одну жизнь, как бы, вот временно. И с тем, с которым у меня много жизней было уже, Олег Геннадьевич. Смешно, женщина? Примерно то же самое, мужчина рассказывает. Да, это так работает женское мышление. Женщине надо объяснить себе обязательно какую-то философию сделать из того, что она согрешила. Обязательно что-то придумать. Подтверждение астрологов найти обязательно. Найти астролога. Этот не подтверждает, он не знает. Пошла к следующей. Этот тоже не знает. Этот, о, а этот знает. Все, замечательно. Все, нашла. Да, так работает психика, ничего не сделаешь. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Не могу простить себя, а вот вы о чем говорите. Другое качество женщины, самоистязание. Я вам сейчас избавлю от этого очень быстро. Ваша неспособность простить себя, это эгоизм. Да, это просто корысть. Постоянно об этом думайте только по той причине, что вы хотите быть хорошим. А человек не должен быть хорошим. Он должен учиться служить другим. Я всегда в этом случае привожу один и тот же пример, он классический. Один ученик пришел к своему учителю и говорит, мой учитель, я самый падший. Я самый падший. И учитель посмотрел на него и говорит, ты не самый падший. Ты просто падший и все. Отвлекись, отвлекись от этой мысли иди, делай что-то доброе, хорошее. Перестань думать о себе. Услышали ответ? Видите, вы продолжаете о себе говорить, да? А зал весь ждет лекцию. Все нормально. Я для этого сюда и приехал. Немножко вас повоспитывает, правда? Чуть-чуть только. Нет, нельзя. Итак, спор это не разногласия в семье, это нехватка энергии счастья. Запомнили? Разногласия всегда есть, они являются проблемой. Разногласия указывают на то, что у нас не слишком глубокие отношения. Пока люди не углубляют отношения, разногласия всегда между ними есть. Спор, конфликт, ругань, драка. Все это признак только одного. Нехватка энергии. Людям плохо просто, им не хватает сил. Заметьте, что когда энергии хватает сил и есть настроение хорошее, споров нет в это время. Споры всегда бывают, когда плохо. И разногласия не волнуют, когда все хорошо, значит энергия есть. Теперь тяжелая судьба в семье, смотрите. Трудности какие-то финансовые начинаются, болезни там и все прочее. Это что такое? Что это такое? Люди по-разному воспринимают. Некоторые люди думают, что это знак, что мне не надо жить с этим человеком. Споры, то есть финансовые трудности или болезни, или еще какие-то страдания, допустим, препятствия стороны родственников. Что это такое? Какова причина этой силы? Да, влияние времени для чего оно предназначено? Оно предназначено для того, чтобы раздолбать вашу семью, которая вам дана Богом. Вот все эти трудности финансовые, трудности со здоровьем, трудности в отношениях с родственниками, нет квартиры, живем в разных городах. Все это предназначено для того, чтобы раздолбать вашу семью и сделать вас несчастным. Вот только одна причина есть в этом во всем. И если вы эту причину понимаете, как вы будете настраиваться? Что вы будете делать? Вы будете укреплять свою семью в это время. Не надо в это время думать слишком много о финансовых трудностях, как их решать. Не надо в это время слишком много думать о том, как успокоить родственников. Нужно в это время думать, как сохранить то, на что направлена сила разрушающая. Потому что именно это и происходит потом. Понимаете? Вы вроде бы наладили все, а семья и готова. Потому что цель была именно она, ваша семья. Поэтому туда направьте главную свою силу. Если чувствуете, здоровье портится у одного из супругов, финансовая ситуация портится, квартиры нет там, трудности какие-то с родственниками, трудности, знайте, причина только одна, это ваша семья. Больше нет никакой причины. Потому что, когда ваша семья будет разрушена, все эти трудности для вас будут по барабану. Когда человек один, ему все равно. Ну, болеет, болеет. Долги, долги. Всегда очень тяжело и плохо, когда есть кто-то рядом в это время. И эта причина только одна, это разрушение вашей семьи. И если вы не понимаете эту причину, а начинаете больше сил тратить именно на то, чтобы эту дырку заткнуть, то знайте, что она даже, если вы ее заткнете, может так случиться уже, что семью в это время уже не сохранишь. Потому что близкий вам человек скажет, я долго ждала, когда ты отвлечешься от своих проблем и обратишь на меня внимание. Больше ждать уже не могу. Услышали или нет? Теперь поднимите руку, у кого так и произошло. Вот это вам свидетели моих слов. Пожалуйста, поймите, что все эти трудности указывают на желание разрушить семью. А если вы думаете, что эти трудности указывают вам на то, что это не ваш человек, то вы сами становитесь для себя такой же трудностью. Знайте, что если вы живете с человеком год, не можете от него уйти, даже если вы это называете гражданским браком, там как хотите называть, сожительство, там как угодно, вы живете год с человеком, не можете от него уйти. Этот человек вам дан Богом. Это ваш муж и ваша жена. Все. И это значит, эти отношения надо сохранять. А если вы не будете сохранять, я не буду сейчас на это время тратить. Я знаю, я вижу по вам много-много здесь в зале примеров несчастной разбитой жизни. И только из-за того, что мы пренебрегли волей Бога. Когда Бог людей держит друг с другом, именно это его энергия держит друг с другом людей, не дает разойтись. И мы насильно разрубаем эту энергию, дальше будет характери. Он вам будет такие ситуации создавать, в которых вы получать будете свое, конечно же, то, что хотели. И это свое, как вам кажется внешне, будет такие проблемы потом создавать. Чем дальше, тем тяжелее. Это не значит, что только одну семью Бог создает. Конечно, он будет вам давать шанс и дальше создавать. Нам давать шанс. Но трудности возрастают. Пусть вы получите лучше человека, если вы кого-то бросите. Такое возможно. Но трудности будут больше с ним. Все равно. Это неизбежно. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. То есть трудности будут возрастать по мере моего игнорирования этого закона. Я не имею права бросать близкого человека. Вот как называется этот закон. Не имею права. А если я думаю, что я с кем-то буду счастливее, то человек просто отражает мою собственную судьбу. Он ничего другого не делает вообще в личной жизни. Только это. Он мне дает только то, что я заслужил. Все. Если я этого понимаю, то даже при тяжелейшей, самой тяжелой семейной карме человек чувствует себя счастливым. Как? Чего она сильно обиднее? Муж хочет развестись, не надо давать ему позволять это. А потом не хочет, да? Это шантаж. Это так делают мужчины. Он с полным... Вот мужчина, если сильно привязан к женщине, сильно ее любит, да? То он на полном серьезе, вот с полным, вот сто процентов говорит, ты мне вообще знаешь, не сдалась. Если что, я тебя сразу бросаю. Это признак тяжелейшей, сильнейшей привязанности его к вам. Еще признак еще одной вещи, что вы его никогда не воспитывали. Если только вы начинаете его воспитывать, то потихоньку эта спесь уходит. А если вы, не дай бог, от него уйдете из-за того, что он так себя ведет, вы не представляете, как он будет страдать. Он будет мучиться страшно. Детей нет, возьмите на воспитание. Будут ваши дети. Есть одна знакомая, она взяла ребенка на воспитание. Такая счастливая, это ее ребенок. А вы его заставьте любовью. Ну, знаете, как бы так ни складывалась ситуация, то когда мало платят на работе на какой-то, то мужчина выбирает работу. Он должен оставаться на этой работе и работать, пока не найдет лучше. Мы говорим о женатых людях. Мужчина выбирает работу. И он работает даже несмотря на то, что мало платит. Нельзя бросать. Если мужчина бросает работу только потому, что мало платит, думает, что он найдет лучше, он вообще остается без денег. Такой закон. Мало платит, мужчина выбирает работу всегда и работает, пока ему бог не даст лучше. Именно всегда бог дает лучше мужчине, если он остается на работе, а не бросает. А если он бросает, ему бог дает, то не лучше. То же самое опять. Лучше будет, если ты выдерживаешь нагрузку. Теперь смотрите, женщина выбирает, когда ей мало платят, не работу, а семью. Женщина улучшает свою карму, если она уходит просто с малооплачиваемой работы. Согласием, конечно, мужа. Не согласим Олега Геннадьевича, согласим мужа. Вот. Она уходит с малооплачиваемой работой, отдыхает, восстанавливается и после этого находит себе работу лучше, где больше денег дают. А мужчина находит себе работу лучше, если он не бросает эту, а остается на ней. Вот такое удивительное противоречие. Давайте без вопросов пока, потому что я не укладываю с темы. Чуть попозже давай. Некоторые люди думают, что ипотека помогает сохранить семью. Знаете, что ипотека не помогает сохранить семью. Она ее разрушает. Ну, чтоб вы знали так. И понимаешь, что хочется вот квартиру раньше, чем положено, но это разрушает семью, не помогает. Ну, чтоб вы знали просто. Я так между делом говорю. Если еще не взяли, как бы, у вас плохие отношения, в Дум, сейчас ипотеку возьмем, и все, теперь классно будет. Вы ошибаетесь. Будет еще хуже. Согласны или нет? Потому что ипотека напрягает людей и высасывает из них силы. Когда сил становится меньше, отношения рушатся. Вот и все. Закономерность простая. Продолжение следует...